Всем привет, друзья, меня зовут Эмджи, Рамон, и добро пожаловать в Ванилу Крэшлэндинг. Привет, Тина. Привет, Рамон. Привет, Рич. А, нет его. Друзья, Рича с нами нет, он с нами есть в правой части экрана. Вот есть, Рич Макфуд. Если что, он впал в спячку. Он впал чуть ли ни в кому. Короче, друзья, он был на ногах долгое время и решил перед записью немножко поспать. Стримнуть. Три часика, да. Мы так и не смогли его разбудить. Ни залпы из пушек, ни вызов кавалерии, ни даже атака клонов ничего его не разбудило. Поэтому мы сегодня пишем с Тюней вдвоем, ведь я знаю, что у вас есть жажда нашего контента, и мы эту жажду сегодня утоляем, как и свою, собственно, иногда, периодически. На этой карте очень горячо. Да, очень горячо и очень жарко. Очень жарко. И, ребят, я напомню вам, что в прошлый раз у нас был квест сделать хлебушек, и мы это сделали. Мы, по-моему, посеяли, да, в конце прошлой серии? Ну, конечно, посеяли и уже даже вырастили относительно много пшеницы. Короче, как оказалось... Я тут разбрасываю пока предметы по своему столу. А, ясно. Хватит это делать. Как оказалось, пшеница сама по себе здесь расти не будет, что, в принципе, логично. Она растет только благодаря Боунмилу, а Боунмилу у нас просто тьма. И это здорово. И я тут насобирал пока за кадром, у меня уже 61 единица пшеницы. Как тебе, Рифа? Да, и классно. И мы сейчас будем делать хлеб. Не, ну это же экспромт, так что для экспромта нормально. Ну да, для экспромта вполне себе. И хлеб. И еще хлеб. Да. И больше хлеба. О, да. О, еще. Мы будем сыты хлебом. Ну, теперь да. И солью. Теперь. И немножко зрелища. А Тюна там шампанского пила, кстати, ребят, перед записью. Ах ты ж. Так это, наоборот, тебя оправдывает. Ты теперь можешь делать любую чушь на записи. И, типа, все такие. А, ну, она же пьяная, все нормально. Нет, не нормально, Тюна. Не нормально. Зараза. Ладно, ребят. Балтон, находка для шпиона. Ну да, да, да. Зато как интересно теперь будет следить зрителям за происходящим в этой серии. Ты не сдерживайся. Ты, ты давай там, раскрепощайся. Хватит просеивать. Сходи на приключения. Я не знаю. Угу. Нет. После шампанского тянет на приключения, я знаю. Тебя, да. Нет, меня тянет спать после шампанского обычно. Короче, ребят, у нас был квест. Меня, в принципе, тоже. И мы с вами сделали хлеб. Это будет главный источник нашего пропитания здесь, на этой локации. Давайте посмотрим, что нам скажут дальше. Мы уже сделали 14 квестов. Отлично. Ничего себе. И это 15-й. Сконструируйте деконструктор. Деконструктор? Разве мы его не делали? Нет, мы его не делали. А мы собирались его сделать, да. И в награду нам дают майсилиум. Это, собственно, очень клёвая штука, на которой можно выращивать грибы. И грибной супчик. О, да, классно. Это то, что нужно. Задачи. Деконструктор. Дорогостоящий механизм. Но его необходимо скрафтить для определённых предметов. У него есть сила разделять различные блоки на их основные компоненты. Как только вы его сделаете, попробуйте поместить немного майсилиума или мосси-кобблстоуна сверху. А, вот зачем нам майсилиум дают. Ну ладно, хорошо. Итак, давайте посмотрим рецепт деконстрактора. Это блоки, функциональные блоки деконструктор. Вау, окей, Тюн. Нас ожидает приключение. Нам нужно три эндерперл. Сталь у нас есть, мы потихоньку жарим. Блок железа это не проблема, я вон там рядом с нами разобрал. Ух ты ж. А вот три эндер-жемчужины это... Иногда будет в ночь добывать, это очень страшно. Да, это будет вызов. Я тогда сейчас накрафчу нам хлебушка побольше. Да, давай. Вот туда надо с собой воду брать, это уж точно. Да, по-любому. Так, здесь проживая... Ну, умер и умер. Ну, взорвался хлопком фейерверка какого-то, я не знаю, внутри. Собрал обратно и нормально. А вот там снаружи... Сам себя собрал и норм. Ну и пошел дальше, да. А здесь придется постараться. Все, у меня двадцать хлебушка. Я думаю, нормально, да? Слушай, хорошо, что речи нет. Нам больше же достается, держи. Как где-то. О, одиннадцать хлебушка. Еда есть. Мне по поводу воды более-менее нормально все. Ну, я возьму раз, два, три бутылки, в общем. Ну, я тоже возьму три бутылки. Да, бери все. Четыре бутылки. И мы пока никуда не пойдем, потому что нам нужна ночь. И нам нужно... Хотя я что-то вижу. Но это вряд ли этот эндермен. А, знаешь, что еще нужно? Стрела. Я упала за стену. Там перепрыгивать же можно, не переживай. Вон там лестница, давай, давай. Вот, 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 да, вот, вот лестница. Вот, бам-бам-бам, и перепрыгиваешь. Ага. Окей. Как ты могла не перепрыгнуть один блок, скажи мне, пожалуйста? Теперь я три перепрыгнула. Слушай, а может быть я отправлюсь на охоту за эндерменами, а ты останешься здесь и будешь заниматься хозяйством? Ну, как хочешь. Потому что я только что посмотрел на твои прыжки, и я что-то уверен, что ты там найдешь свою смерть. Приключения на пятую точку, да? Да. Что-то мне кажется, что ты там не выживешь. Поэтому, пожалуй, да. Не, наоборот, может быть у меня включится ярость, и я буду таким берсерком. Да. Только вот координация движения у тебя так себе. Берсерк-то хорошо, но когда берсерк умеет двигаться как пантера, а не как... Панда, да. Ну, ты понимаешь, да? Как этот, ленивец такой. Берсерк-ленивец, я представляю эту картину. Почему ленивец? Потому что это смешно. Почему не панда-то? Не, ну берсерк-панда я могу себе представить. Это все-таки медведь, понимаешь? Ну, все-таки, да? Ну, ленивый медведь, понимаешь? Да нет, вот ленивец в режиме берсерка, это... На тебе ботиньком в лицо. Это вот речу, но сейчас. Ленивец в режиме берсерка. Ну да. А мы к вам, друзья, вернемся буквально через пару секунд, когда наступит ночь, и мы с вами отправимся убивать. В тюне, в тюне, тихо. Только я хотел сказать, в тюне проснулся охотник, как она заорала в страхе и убежала. Да потому что там скелет меня спрямляет. Я пошел. За тобой зомби бегут. Да я видел. Так, Эндерман. Я убиваю скелета, за который... Который с тобой охотился. Что-то так из меня охотник, да? Да. Да я в паутине просто был. Так себе, так себе, так себе, так себе! Нет, 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 нет. Идите в пень. Идите в пень. Ладно. А, точно. Шлем. Да, шлем, чтобы дышать этим воздухом. Ты, по-моему, вообще ничего не выбил. Нашим воздухом. Шлем, знаешь, да, для чего нужен шлем космонавту? Чтобы дышать своим воздухом. Ну да, а? Нет? Ну, ты говоришь, чтобы дышать этим воздухом. Мы не будем этим. Ну, как бы своим, ну. Так, это все мое, да? Да, это все твое. Так, ладно. Моё, дивизиус, да что ж такое-то? Я его даже не видел. Ты бы не прикрыла. Я его не видел даже. Ты бы не прикрыла, еб-порасоты, а? Ты, давай там, приходи в себя. Кажется, никто из нас не... Не был готов к этому. Отвалит от меня. Вот, прекрасно. Мы энтержемчужину хоть получили? Меня вопрос этот интересует. Я не видела, я не подходила близко, и у меня не было сие... Слушай, ты мой меч поднял, нет? Я не знаю. Иди забирай свои предметы. Тут пока тишина. Я вообще их не вижу. Быстрее беги сюда. Ух ты ж, блин. Сколько их много. Может быть, у меня есть что-то лишнее. Ты взорвалась прямо в меня, так что... Мило. Топор. Мой топор. Топор, держи топор. Верни. Бутылка воды. Два шлема у меня ещё тут. А, да. Молодь, два. У тебя три бутылки воды? Да. Почему у меня два шлема ещё? Не знаю, они постоянно. Всё, беги. Беги, Тюна. Беги, пока можешь. А я пошёл искать этих чёртовых эндерменов. Конечно, тут довольно стрёмно сейчас, но одного вижу. Это единственное... Единственное время суток, когда я могу отправиться на охоту. А, бэби-зомби, бэби-зомби, бэби-зомби. А, чёрт. А, чёрт. Отвали. Отвали от меня. У меня покушать нужно, мне всё нужно сделать. Так, где мой меч? Я убила Критера! Ю-ху! Ну, как бы... Да, хорошо. Чё-то было. Твою мать. Это как ниточки. А, эндерменов я не вижу. Так, у меня три сердечка. Я, пожалуй, пока не буду вступать в борьбу с эндерменом. Надо побегать, отрегенерировать. Короче, ребят, я к вам вернусь, как только найду жемчужину. И здесь просто такая жесть, понимаешь? С мобов здесь спаунится огромнейшее количество, потому что, ну, это единственная прогруженная территория на сервере. Ну, да. И здесь весело. Бегал я, бегал, ребят. Вон там наша база. Смотрю, чё-то горит. Такой подхожу. А здесь, смотрите, здесь руда какая-то имеется. Это очень интересно. Всё тушить я здесь не буду. И это, собственно, по идее, цинк, железо и прочее. А что это? Вау, находка. Слушай, надо почаще исследовать окружающую территорию. Это у нас... И куда ты делась? Это у нас метеорит. Метеорит. О, классно. А это у нас... Ну, это, скорее всего, цинк. Нет, это железо. А я нашла двух эндерменов, но они от меня бегают. И ищут защиту у крипера. Ну, ты там продолжай. Цинк... Цинк сразу выпадает, кстати. Железная руда остаётся железной рудой, а цинк прям моментально выпадает. Есть! Уже мчужина! Я не забыла! Отлично. Это прекрасно. Главное, крипер, крипер, крипер. Он застрял в паутинке. Такой эксцент у нас. Ну, нормально. Немножко цинка раздобыл. Немножко железо. Немножко золота. Блоки метеорита. Я не знаю, пригодятся ли они нам в наших похождениях и приключениях. Но, надеюсь, что да. И вокруг вряд ли что-то ещё будет, да? Наверное. Я так проверю. Ну да, в принципе, всё, что на поверхности, это всё, что и доступно. Ах, ты ж собака-то и... Этот тушить не буду, пускай горит. Ааа, он меня пытается убить. Ну, естественно, он будет, по-тоски убить. Он же... Он же скелет. Твою дивизию! Это что ж такое? Иди быстрее собирай. Эндермена и... Сейчас уйду голая, блин, на пустошь. Да нормально, заберёшь предметы, все дела. Я тут как раз Эндермена тоже бью. Всё в порядке. Давай. О, есть жемчужина! Тюна, ты тут, типа... Ну, там выпало, да? Ну, выпало, но сейчас я добегу, блин. Я могу попробовать вернуться помочь тебе, но тут уже у нас светает. И я бы, знаешь, что сделал всё-таки? Я бы сейчас попробовал побыстрее найти ещё одного Эндермена, выбить третью жемчужину. Так у меня, по-моему... Хотя я не знаю, я вроде бы выбила... Блин, да чё, столько много криперов! Не издеваются, что ли? Ты каждый раз как будто для себя новый мир открываешь. Да, я открываю новый мир, где, блин, я взрываюсь и на меня покушаются криперы. Каждый раз, играя в Майнкрафт, Тюна заново испытывает все те же эмоции. Я тебе даже несколько завидую. Прикольно. Можно каждый день играть в одну и ту же игру и получать удовольствие. Бэйби, бэйби, зомби! Он слышите, как удовольствие получает? Невероятно. Нет, не взрывайте, пожалуйста, с моими вещами. Тюна, я чё-то нашёл ещё. Да? Да, я нашёл... Крипера? Нет, я нашел столбы, на которых насажены головы скелетов. Что, блин? О, Сэнд Шторм. Вот это вообще весело. Меня атакуют тут и зомби, и скелеты, а тут еще и Шторм. А еще я нашел сундук, и в нем сырое мясо. Блин. А где дом? Я знаю, где дом, но я не вижу, куда именно идти. А как мне попасть домой? Мне очень... От солнца получается налево и немножечко... От солнца налево. К солнцу. Нет, ты так плохо объясняешь. Получается, отмели от солнца 90 градусов. Сел солнце на востоке. И пойди на 45. Солнце на востоке. В какую сторону мне идти? Вот к солнцу. Ты же не знаешь, где я. Но я видел, куда ты ушел. Нет, я вообще иду, получается, на... На северо... Север даже. Тупо на север иду. Короче, еще одного Эндермена мы с тобой не нашли, и... Ну так, я правильно тебе сказала, я шла на юг. Да неважно. Нам нужно найти... Так, ты сосредоточься, пожалуйста, на цели. У меня одна жемчужина. Все, все. Тюна осознала, о чем речь идет. Нам нужно найти еще одного Эндермена, и тогда мы сможем выполнить эту задачу. Я бы не сказал, друзья, что задача из легких, но... Ты копаешь землю? Тебе что, шесть лет, что ли? Вот я не пойму. Я вижу тебя! Ты издалека. Ты просто задаешь вопросы вот моментально. Только что ты увидела, сразу по этому поводу задать вопрос. Неважно. Мы вернемся. Смотрите, что я еще нашел. Паркур какой-то челлендж со скелетами. Это, конечно, здорово. Надеюсь, они меня не увидят. У меня, по идее, где-то были блоки. Ты не допрыгнешь до верхнего яруса. Я допрыгну. Я везде допрыгну. Ух ты! Вот буквально с тобой вот секунду разговора прошла, и в одном месте заспавнилась четыре этих крипера. Группой. С верточкой. Главное, сейчас не иди на дом, понял? Иди в любую другую сторону, но не иди в сторону дома. Ты мне лучше Эндерменов подскажи, где они есть. Да ищу я их! А там со всем остальным я разберусь. И, друзья, я тут уже... Вторая ночь у нас. Я уже убил двух Эндерменов. И, собственно, ничего пока. Вот бегаю здесь. Я тоже двух убила, но у меня лишь одна жемчужина. Поэтому, пожалуй, следующее... Два Эндермена! Я их вижу! Здорово! Бей! Блин, только через двух пауков и нескольких скелетов. Ну... Моё! Примани его, растормоши с помощью выстрела из нашего отличного бластера. Вот он. Не, у меня бластера нет. Все, друзья, мы с вами встретимся, как только найдем то, что нам нужно найти. Отвалишься от меня! Нет, две жемчужины, и у тебя одна, и уже три! Хотя я могу лишь убить еще одного! А я нашел пятерых Эндерменов, как тебе такое? Беги оттуда! Не, я бы взял еще. Мне кажется, нам потребуется еще жемчужины. Давай, в Эндермена стреляй, не в меня. Давай, давай, давай. Вот, 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 давай, стреляй. Отлично. В паука попал. Так, пауки это плохо, пауки и зомби это очень-очень плохое сочетание. Very bad. Я сейчас попробую все-таки завалить одного Эндермена. Я бегу домой, я бегу домой, я бегу домой, довольна. Е-е-е, еще одна жемчужина, на всякий случай я пошел. Я бегу. Давай, я тебя жду. Чуть-чуть штуки скелетов внезапно. Окей, спешим, спешим домой. Обрадовать. Быстрее бежать. Я тут зигзагами в припрыжку, короче, как только не спасаю свою жизнь. Нормально. Вроде жив, почти добрался. О, я еще двух Эндерменов заметила. Отлично, я там четырех оставил позади себя. Все, возвращайся домой. Не рискуй. О, еще один Эндермен. Вот как надо, так нет их нигде. А как не надо, так сразу наспаунились такие. Все, пацаны, мы в безопасности. Можем спауниться. Ага. Им больше не нужно ничего от нас. Еще я попробую его убить. Тут еще Крипер. Три. Членисты. Уйди. Е-е-е, еще одна жемчужина. Все, иду, иду домой. Хватит, хватит играть с судьбой. Так, скелет, только не в попу. Ну, стрелу, в смысле, а не то, о чем ты подумала там себе уже. Я ничего не подумала, это ты что-то подумала. Девочка шампанская. Все, у меня три жемчужины, друзья. Мы с вами наконец-то можем сделать то, что от нас требуется. Там что-то взрывы какие-то. Ты там в порядке, да? Это у меня Крипер взорвался. А, ну, значит, все нормально. Нам потребуется... Сколько там было? Тюн, сосредоточься, хватит кричать. Три жемчужины. Три, 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 три. Сколько стали нужно было? По-моему, пять и один железный слиток. Давайте перепроверим. Раз, два, три, четыре, пять. Да, все правильно. Железный блок даже. Но все в порядке, мы тут еще... Вау, окей, 57 цинка. Ай-е. 64 чаркоула. Железо 54 тоже. Не хочется зря тратить уголь, но у нас его уже, в принципе, так много. Я поставил мясо жариться. Я ж мясо принес. Мужчина принес давай мясо. Мясо? Какое мясо? Я орал тебе. Ты орала мне. Мы прекрасно проводили время. Да, замечательно и романтично. Так, давайте вот так сделаем. Железо. Я не помню. Железо вроде внизу. Цинк. Нет, цинк, по-моему, как раз таки... Стой! Ты положил эндер жемчужину в сундук? Я ничего не ложил еще. Ей! Так. Прочи на эндер жемчужину. Так. И вот так. И надо бы скрафтить... Ой, сколько там их было? Ну, у меня уже две. Теперь... Сделаем три. Как же это дорого? Почему сталь должна быть такая дорогая? Сталь? Да, Тюн. Обычно, когда человек начинает о чем-то говорить, он, скорее всего... Ты два... Он, скорее всего, заканчивает. Я знаю, что я делаю. А почему мне выпал Кобблстоун? Тюн, я... Я не могу с тебя вообще. Почему мне выпал Кобблстоун сейчас? Как насчет, что я его выбросил самостоятельно? Как тебе такой вариант? Окей. Молодец. Так, теперь мы... Так, пойду посмотрю. Тюн, я уже крафчу. Три жемчужины. Пять стали. И один блок железа. Эй! Отлично. И... Деконстракт Мосси, Кобблстоун и Майсилиум. Ммм... Ммм... У-ху! Квест completed. И Майсилиум дают нам еще тоже. А что бы выкинуть пыль? Ну что, давай его где-нибудь поставим. В принципе, я его поставлю снаружи. У нас здесь уже давным-давно мастерская образовалась. И деконстракшн тэбл... Тэбл... Пускай... У нас тут рич появился. Поставим... По крайней мере, он появился и уходит ему на работу. Оу, замечательно. Да. Короче, ребят, ставлю его снаружи. Вот он. Ага. Ты бы не запрыгивал на него, потому что я его собрался использовать. Вот что у тебя за привычка? Ну да, у меня это привычка отстать. Вот что за кошачьи вот эти вот помадки? Вот запрыгнуть на что-то сразу. Давайте проверим. Ну просто интересно, а что? Ааа... Я гриб, кажется, получил. Знаешь что, Тюн, смотри. Держи еще и вот это. Забирай вот это. Что тебе еще? Сухая земля. Нитка. Бумел. Ведро. Ну ты это держи. Смотри, как много всяких классных штук я принес. Я не поняла, откуда у тебя все это? Все это у меня из моих приключений. Ааа, ясно. Я получил два гриба, как минимум. Два быстрее. Два гриба. Не гриба. Гриба, 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 гриба. И еще грибы. Ммм. Но он может деконструировать Майсилиум, да? Что мы там еще читали? Какой-нибудь земля, наверное, знаю. Но у меня две земли еще, кстати. Это ты мне сбрасывала? Ааа, ну я тебе тогда сбрасывала. Это из Майсилиума, скорее всего, выпало еще. Ааа. Хорошо. Смотри, у нас есть два гриба. 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 Две земли. Что еще? Что нам? Выпей водички, пожалуйста. Да не хочу. Да она у тебя есть. Выпей. Эээ. Что? Потом за тобой такой будет фонтан, вещей. И непонятно, что я взяла, а что от тебя осталось? Тюн, что может деконструировать Деконстракшн Тейбл? Не помню я. Ну я действительно не помню, отстань. А деконструирует он, Тюна? Мосси, Кобблстоун и Майсилиум. Майсилиум мы уже посмотрели. В принципе, мы из него получаем землю и по два гриба. Гриба. Гриба, да. Да. А, кстати, хочешь? Что я хочу? Грибов. Держись. Спасибо. Мосси, Кобблстоун. В 1.8 появился наконец-то рецепт. Берете Кобблстоун и Вайнс, Лианы. Соединяете и получаете Мосси, Кобблстоун. Но пока мы Лианы нигде не находили. И я пересмотрел рецепты. Вроде как их здесь нет. То есть давайте мы с вами еще раз вместе посмотрим. Это, скорее всего, это точно не блоки. Это точно не функциональные блоки. Это не инструменты, предметы и материалы. Палки, наггеты, сэплинги, напитки. Нет, здесь Вайнс, Вайнс я не вижу. Нету. Так что... Видимо, дальше появится Лиана. Да, мы либо в качестве награды где-то получим, либо пойдем с тобой изучать внешний мир. Смотри, как там много всего мы нашли. Да ладно, днем пойдем. Будем укрываться где-нибудь под землей. И греть друг друга теплом своих тел. Романтика. Я думал, ты испугаешься и скажешь, ну тебе в пень. Ничего себе, не ожидал такой реакции. Ладно. А мы с вами, друзья, посмотрим, какой у нас следующий квест. И будем с вами прощаться. Я честно, друзья, не знаю, прошло ли полчаса, но у нас такое ощущение, что прошло час, как минимум. Да, как минимум, как максимум час двадцать. Поэтому следующим квестом у нас будет Грэппл Грэппл называться. Грэппл Грэппл. Грэппл Грэппл. И люди, которые знают английский язык, прекрасно понимают, что мы получим и что мы с тобой скрафтим. Нечто очень крутое. А если вы не очень знакомы с английским языком, то вам придется дождаться следующей серии и узнать, какую мега крутую штуку мы наконец-то сможем сделать. Она нам очень поможет. А с вами сегодня была Тюна. Пока-пока. Удачи всем. И речь покой. В чем будет работа и спать? А меня зовут Эмджи Амон, и мы здесь закончили. Спасибо за ваши лайки, просмотры, комментарии и за то, что делитесь с друзьями. Информация о том, что существует такой канал, как Крафт Шоу. Пока.